Дорогие друзья, коллеги, все слушатели, участники, интересующиеся, все собравшиеся в этот дождливый день для разговора о темных теориях и их применимости в искусствоведении. Моя лекция, она делится на несколько частей. Сначала я скажу о том, что такое вообще темные теории и что объединяет на самом деле очень разные подходы в современной философии и социальных науках. Затем мы посмотрим, как они применимы к материалу искусства или даже к материалу создания искусственных вещей. И, наконец, в последней части я критически рассмотрю ряд предложений Грэма Хармона, основателя объектно-ориентированной антологии, связанных с искусством и архитектурой. Благо, книга Хармона «Искусство и объекты» уже переведена на русский язык. Более новая книга «Архитектуры и объекты» доступна по-английски, хотя весьма скоро выйдет моя развернутая реплика на русском по содержанию этой книги. И начать нужно с того, что действительно в некотором смысле бренд темной теории сформировался по-русски даже обширнее, чем по-английски. Ну, отчасти, например, когда вышло три года назад или четыре уже два выпуска журнала «Логос» под названием «Темный Логос», где объединили и разных авторов, и представителей спекулятивного реализма, и представителей других версий новых антологий и исследователей «Темного в природе», вроде Бена Вударта и других. И, с другой стороны, деятельность пермского издательства «Хюлепресс» тоже утверждала этот бренд, во всяком случае, то, что с самого начала это связывалось с именем Лавкрафта и общей идеей перехода фантастического в реальное, эффектов фантазии, которые становятся гиперреалистические. Все это было под единым козырьком, и все это сработало на эти теории. Еще один важный момент – это, конечно, Бруно Латур – важная фигура для всех, собственно, и представителей объектно-ориентированной антологии спекулятивного реализма, ну и вообще для дискуссий, связанных с преодолением наследия и аналитической, и континентальной философии. Латур – первая работа, которая появилась по-русски, Латура – это когда вещи дают сдачу, она существует в двух переводах, в частности, в переводе Ольги Столяровой большая часть, наверное, читатели прочли. И вот в этой как раз работе в центре оказалось не институт, как обычно в работах Латура, а, собственно, вещь, которую можно изучать, исходя из неких слабых позиций, исходя из того, что каждая вещь уникальна, а можно и из некоторых сильных позиций, то есть обосновывая некий институт изучения вещей. Некоторые правила дискурсивные или, так сказать, мыслительные, по которым вещи изучаются, и вещи тогда дают сдачу, то есть обосновывают некоторую собственную систему взаимоотношений, предшествующую нашей рефлексии. И вот как раз, несмотря на то, что в аппарате Латура говорится обычно о сильном и слабом, а не о светлом и темном, тем не менее то, что Латур был воспринят у нас сначала как социолог вещей, а уже потом как социолог институтов, и Латура во многом социологи стали противопоставлять модному до этого Бурдье как социологу институтов, это способствовало тому, что именно вещь с ее как бы неким темным, непознаваемым ядром оказалась в центре внимания, и даже Латура иногда относит у нас в нашей русскоязычной литературе к темным теориям, то есть теориям, исходящим из того, что мир неведом. Ну и, например, еще один русский исследователь Андрей Шишков, теолог, работавший в Синодальной Богословской комиссии Русско-Православной Церкви, выдвинул идею темной теологии. И тоже в англоязычном мире существует понятие слабой weak теологии. Ну, прежде всего, в работах Джона Капута. И слабая теология очень хорошо известна, благодаря, собственно, исследовательнице нашей Светлане Коночевой. Но, собственно, проект Андрея Шишкова как раз был не слабой, а темной теологией. И имелось в виду, что эта теология не просто исходит из того, что Бог находится в слабой позиции, Бог с жертвами, что нужно отказаться от прежних, так сказать, таких императорских, монархических образов Бога. И принять другой образ, что Бог всегда со слабыми и гонимыми. Но темная теология подразумевает, что очень многое, так сказать, находится для традиционной теологии в темноте. Ну, хотя бы различие между человеческим и нечеловеческим. Оно в теологии разрабатывается на основе метафор, скажем, библейских, метафор творений. Ну, например, как объяснить, скажем, возникновение человека как высшего примата, традиционная теология объяснить не может. Даже как объяснить, например, генетические заболевания или, например, гендерную флюидность, нормирующий и при этом метафорический язык традиционной теологии, для этого не годится. И Шишков предлагает темную теологию, которая исходит вот из таких вот непредсказуемых, контингентных событий, таких постоянных авантюр, внутри которых Бог и проявляется. Внутри и предлагает говорить уже не о пророчествах, а вот о таких как бы авантюрах бытия в виде, например, происхождения человека из обезьяны, где вдруг проявился разум, а значит, проявился и Бог. И вкратце скажу, собственно, что такое темные теории. Конечно, многие это знают. И, собственно, темными теориями условно называют теории, в которых главный объект непредсказуем. То есть мы привыкли, что обычно философ выдвигает систему, в которой есть некие центральные понятия, скажем, бытие в метафизике, или, например, присутствие, наличность, Dasein у Хайдегера, или, например, различие у Деллеза. Но в любом случае это некоторое базовое понятие, которое предсказуемо, у которого есть определенная логическая структура и, собственно, онтологическая структура. Темные теории исходят из непредсказуемости главного объекта. Например, скажем, есть, например, философия Деллеза, и есть основанная на ней современная теория аксеррационизма Ника Ланда, и которая, собственно, берет, в общем-то, все, что есть у Деллеза, то есть приоритет различия над тождеством, постоянные, как бы, смещения внутри философского рассуждения, что его никогда нельзя оформить в некоторую систему. Уризоматичность, то есть постоянную собственную работу понятий, которые приобретают все больше или более расходящиеся смыслы, так что смысл построения выглядит как дерево, как резома, как такое корневище. Но Никлан добавляет к этому, собственно, одно, собственно, что мы никогда не знаем, а когда именно и как произошло это развлечение. Мы не знаем, произошло ли оно ввиду нас, то есть ввиду познающего субъекта, который дальше может работать, или оно вполне может обойтись без нас. То есть дело не в том, что он ставит умственный эксперимент, а может ли, например, работать философия, если вдруг люди исчезнут. Будут ли работать какие-то философские принципы. Вот, будет ли, например, мир как-то познавать себя, эволюционировать и потом обретать некоторый разум и познание. Его интересует другое, что мы никогда не можем сказать, состоялось ли различие ввиду нас или вне нас так, что мы его не запомнили. Он дает простые иллюстрации, например, компьютерный баг, сбой, который мы никогда... Который, собственно, компьютер создает как бы сам для себя, который происходит вне нашего наблюдения, и мы можем только, например, сказать, надежно или надежно работает компьютер, но мы не можем сказать, в какой момент именно совершается баг. Таких багов действительно происходит много, но кто, например, мог, допустим, предвидеть события в газе, которые произошли, например, сегодня утром? Они никак не следовали из тех аналитических докладов, которые создавались еще, например, вчера или позавчера утром, где такого не должно было произойти. Ну и, собственно, различного рода теории, такие как акселерационизм или объектно-ориентированная онтология, или любые другие, которыми мне пришлось тоже позаниматься, многое, надеюсь, продуктивно, они исходят из вот этой вот непредсказуемости главного объекта, то есть когда мы не знаем, к чему, собственно, он развернут, где именно он проявляет, в том числе и свою вот эту возможность быть не тем, чем он изначально кажется. И другое положение любой такой теории – это представление о двойной опасности, что опасность исходит и от действий, допустим, от непредсказуемого развития эволюции, которая может зайти в тупик, но и от самого бытия, то есть что сама эволюция, она уже, как бы, допустим, создана как опасная. Это как раз очень существенная критика аналитической философии, которая исходит из того, что можно утвердить некий канон, что можно утвердить некоторое место, допустим, языковой критики, в котором опасности не будет, в котором будут производиться правильные суждения. Равно как постструктурализм исходил из того, что возможно вычленение какой-то отдельной области, например, политического, экономического или социального, внутри которой можно минимизировать опасности. То есть они останутся, например, в бытии, но в некоторых областях этих опасностей не будет. Ну вот, например, классический пример, это очень важный для всех темных антологий, французский мыслитель Олен Бадью, который как раз исходит из того, что в основе всего лежит событие вовсе небытие, то есть некоторое непредсказуемое развитие системы, в результате которого возникает такой новый большой взрыв, новое состояние системы, которое не сводится к прежнему. Таким событием для Бадью является революция, война, или, например, даже рождение нового человека, то есть событие, которое никак не следовало из прежнего состояния системы. Но другое дело, что, допустим, когда Бадью начинает говорить о революции, то он исходит уже из другого, из того, что социальное описание революции может быть сделано непротиворечивым, например, как учреждение новых границ, учреждение новых границ в социальном мире, в политическом или каких-либо еще. В то время как, конечно, эти новые теории, они исходят из того, что такие границы и не могут быть установлены. Мы не знаем, где, например, кончается революция и начинается реакция. Например, тот же Ник Ланд постоянно об этом говорит, что различие, как бы если до этого можно было поставить интерпретативную рамку, что, допустим, революция там, где устанавливается равенство, реакция там, где устанавливается неравенство. Теперь все эти понятия, например, равенство или неравенство в цифровом мире, в мире совершенно новых возможностей для людей, они обессмысливаются. Например, пандемия, она обессмыслила во многом понятия. Все оказались равны перед эпидемией, но нельзя сказать, что было установлено революционное равенство, что все наоборот, появились новые структуры контроля, и некоторые представители континентальной философии, как Агамбан, например, даже восстали против этих структур, как расслабляющих человека и препятствующих какому-либо не только революционному, но и мужественному действию, что невозможно собраться на площади для революции, когда там карантин и социальная дистанция. То есть в этом смысле как бы собственно все прежние рамки интерпретации они полетели в тартарары. Ну и, конечно, все эти новые философии, они исходят из в общем-то нового коммуникативного характера, что это философии не те, которые существуют в умных журналах и монографиях, а прежде всего в коммуникации. И, собственно, допустим, тот же спекулятивный реализм начался как такая коммуникативная авантюра. Это имеет определенные следствия для искусства. Ну, прежде всего, это некоторые новые принципы вычленения образцов. То есть, собственно, что является образцом для в искусстве, что уже нет, допустим, критерия отношения прообраза и образа, поскольку все достаточно непредсказываемое. Поэтому в этом смысле искусствоведение всех этих теорий становится ситуативным. И оно ищет другой критерий как бы внеописаний и самоописаний. Потому что до этого, например, в той же американской критике господствовала, ну, например, позиция Артура Данто, такая классическая, который говорил о конце искусства, потому что описание окончательно размылся границы между описанием и самоописанием. То есть, то, что художник говорит о своем произведении, и то, что говорит публика его произведения, часто совпадают. И в этом смысле Артур Данто говорил, что скоро такими темпами искусства и не понадобится. Людям достаточно будет некоторого такого почти телепатического взаимопонимания людей. Если, допустим, я говорю, что, например, меня восхищает, скажем, там, какая-то картина, и кто-то тоже говорит, что меня восхищает такая-то картина, искусствовед это говорит, то точно так же мы можем восхищаться синим небом или друг другом. То есть, как говорил Артур Данто, тогда размываются критерии, а, собственно, что является искусством, а что не искусством. Мы можем объявить искусством, например, вот эту бутылку просто на основании вот этой вот совпадения самоописания художника, что я изготовитель бутылок, и описание, например, искусствоведа или зрителя, что вот это искусствоведитель, изготовитель бутылок. В то время как разного рода темные теории все-таки ищут некоторые критерии, а, собственно, что именно будет искусством. И, прежде всего, это критерии такого вот вторжения. Ну, например, у того же Хармона архитектура это то, что обладает и экстерьером, и интерьером, и знакомясь с тем и с другим, мы раскрываем замысел. То есть, при этом экстерьер и интерьер могут быть изготовлены в разное время. Ну, например, как мы вот сидим сейчас в этом зале, и ясно, что ремонт был проведен не тогда, когда было построено это здание. Ремонт был произведен в совсем другое время, но при этом мы понимаем, что этот интерьер как-то позволяет нам понять, как сконструировано это здание, каков его функционал, и внешний вид тоже позволяет понять, что здесь можно разместить библиотеку или какое-то еще учреждение. То есть, по О'Харману архитекторов может быть несколько, хотя в разное время. Допустим, в здании интерьер был сделан там на век или два позже, чем экстерьер. Но, тем не менее, именно, когда мы интерпретируем здание, обращаясь и к интерьеру, и к экстерьеру, как некоторым динамическому вектору существования здания, то мы можем говорить, что мы тем самым понимаем архитектуру и понимаем некоторый замысел, который движим и архитектором. И вот в этом смысле архитектор должен, что называется, схватывать. Не только, как он решит задачу, например, при перестройке здания, а как согласовать ее с существованием интерьера. Ну и, кроме того, собственно, для темных теорий можем сообщить, что такое искусство, архитектуры, но, собственно, не можем, в общем-то, сказать. То есть, мы можем сообщить, вот архитектура, указать на нее, но не можем сказать, дать определение архитектуры. На этом тоже, кстати, Харман настаивает, что определение архитектуры невозможно, в отличие, например, от определения живописи, потому что живопись мы можем определить через некий материальный носитель, что вот картина, это является живописью. Как там? Математика – это то, чем занимаются математики. Дать определение архитектуры мы не можем, потому что мы не знаем, что, собственно, входит в здание и что не входит. Входит, например, парк в здании или, например, оптические условия восприятия. Ясно, что, например, для здания, построенного в пустыне, пустыня входит в его архитектурный замысел. Или для здания, построенного заполярным кругом, заполярье тоже вполне входит в его замысел. Тем не менее, мы не можем сказать, допустим, является ли вечная мерзлота неким зданием, неким устройством, которое определяет весь наш код восприятия архитектуры и жизни. Дальше все-таки несколько погрузимся в темные теории. Ну, во многом, конечно, их распространение в России обязано тому, что довольно сравнительно рано, в начале десятых годов, появился перевод ключевой книги Джона Лоу после «Метода», которая и была манифестом, так сказать, новой эпистемологии. Былая Полине Хановой, переводчица многих темных авторов, вот и в пермском издательстве «Хьюли Пресс», этот перевод появился. И, значит, основная идея этой книги состоит в том, что все те данные об общественной жизни, которые у нас есть, это всегда такие самоописания людей, значит, выполненные по определенным жанровым клише. То есть, когда, например, ученый описывает себя как ученый в соответствии с некоторыми, допустим, штампами в фильмах. Или мы, соответственно, описываем. И при этом, допустим, от нас скрыта настоящая мотивация людей и часто спонтанные и нерациональные решения. И любой метод нам позволяет не столько идти вглубь, сколько сложить некоторый поверхностный доступный материал в какую-то объясняющую картинку. Ну, например, социолог приходит часто к выводу, что в одних обществах больше ценят справедливость, а в одних – свободу. Такой штамп часто можно по телевизору услышать. Но на самом деле он не учитывается, как часто, например, за тезисом о справедливости стоит месть. И штамп опрос ставит людей в несвободную ситуацию. Допустим, люди, когда их начинают опрашивать, они чувствуют, что они находятся в несвободной ситуации и сохраняют для себя только ценность справедливости. И таким образом, в общем-то, и Ло, и Латур говорили, как сами условия эксперимента влияют на поведение людей внутри эксперимента. В общем-то, Ло, по сути дела, рассматривает применительно к науке то, что мы все знаем, как такое явление в социологии, как bias в социальной психологии. Когнитивное искажение, когда мы принимаем некоторые общие представления о ситуации за ее действительное содержание. Ну, например, самое простое – это вот correspondence bias, искажение переноса, когда человек себе приписывает рациональность, а другим нерациональность, когда мы считаем, что мы поступаем рациональнее любых других соседей. Или, например, confirmation bias, когда мы не обращаем внимания на данные, противоречившие нашей точке зрения. То есть запоминаем те аргументы, которые подтверждают нашу точку зрения, но не запоминаем те, которые не подтверждают. То есть bias – это невольное когнитивное искажение, когда ясно, что мы не можем усвоить все данные об окружающем мире, не можем их запомнить. И поэтому мы проводим отбор среди данных. И в результате у нас появляются довольно поверхностные представления об окружающем мире. Ну вот, собственно, кризис вот этого светлого представления о людях, такого условно-гуманистического, оптимистического показала вот кризис теории рационального выбора. Что долгое время экономисты считали, что люди действуют рациональный выбор. То есть все хотят увеличить выгоду и сократить издержки. Кому не хочется там работать меньше, зарабатывать больше. И поэтому нерациональное поведение людей в сложной экономической ситуации, когда они неправильно инвестируют, там и отдают деньги жулика, покупают всякую чепуху вместо там какого-то долгосрочных инвестиций, объясняли недостатком знаний. Что, мол, люди просто не знают, как правильно извлекать из всего выводы. И что если людей всему научить, такому экономическому катехизису, то все будут вести себя безупречно. Но дело все в том, что очень часто люди ведут себя нерационально и, например, из доверия себе. Всем кажется, что стратегия, сработавшая один раз, сработает еще один раз. Например, человек схалтурил, не был пойман за руку и начинает халтурить и дальше, пока его не выгонят, сам не удивится, что его выгнали. То есть для нас этот человек вел себя нерационально. Но с его точки зрения, он был рациональным субъектом. Ведь я, как бы, он снимал с себя часть работы и минимизировал усилия. Или, например, человек, который отдает деньги жуликам, для нас он поступил крайне нерационально, но с его собственной точки зрения, он поступил рационально, исходя из того, что, допустим, ну, допустим, что жуликов он принял за представителя власти, а представители власти по его представлению рациональнее, чем он. Начальство лучше знает. То есть в данном случае очень часто человек руководствуется нерациональным расчетом, а, как думали в светлых теориях, а разного рода привычками. То есть то, к чему человек привыкает. И, в общем-то, современная социология, она показывает, что человек очень быстро привыкает. Есть даже такой термин, так сказать, третье поколение социализации. То есть если вводится какой-то дурацкий обычай, то люди в первом поколении воспринимают его как дурацкий, во втором привыкают, а в третьем поколении социализации уже считают, что по-другому и быть не может. Люди в Северной Корее, скорее всего, не представляют, что может быть не как в Северной Корее. Точнее, они будут описывать все, что не в Северной Корее, просто как патологию, а не как вариант существования. То есть вот очень часто нерациональные экономические, политические и прочие системы, они побеждают. Плюс еще здесь, еще, значит, и поэтому темные теории стали рассказывать о том, а, собственно, что именно является основой рациональности. что является основой такого по-настоящему рационального выбора. Ну, самое простое, вот уже упоминавшийся Бруно Латур, который говорил о том, что, в общем-то, лаборатория тогда успешна, когда она как бы ломает себя вместе с природой. Когда она мимикрирует под природу, когда она становится столь же непредсказуемой, как ее объект. Вот, собственно, во многом мультсериал «Рик и Морти» он построен на идеях Латура. То есть, когда вся, собственно, научная деятельность, она описывается как все новые и новые авантюры, а не как некоторая систематическая спланированная деятельность. И вот, собственно, по согласу Латуру, на лаборатории не может стать успешной, только если будет ставить эксперименты. Потому что эти эксперименты проясняют только светлую сторону природы, а не темную. И вот, как бы, лаборатория должна жить подобно жизни природы, пустить в себя стихийность, испытывать непредсказуемые какие-то факторы развития, и при этом быть похожи на министерство, то есть писать на таком вот бюрократическом языке свои отчеты, чтобы бюрократы это поняли и поскорее это внедрили. Ну и действительно, мы знаем, что, например, пенициллин был открыт случайно, благодаря тому, что не протерли пробирки. Если бы все выполнялось по правилам, было бы наоборот то, что мы знаем, как итальянскую забастовку. То есть, когда все действуют по правилам, по инструкции, то как раз ничего приличного не производится. Только когда что-то начинают нарушать, действовать как авангардисты, действовать как авантюристы, только тогда в культуре происходит что-то продуктивное. И вот следующим, конечно, был коллега Брунну Латура Мишель Каллон. Я не буду, конечно, пересказывать все идеи, потому что все-таки лекция наша по искусству, и к искусству хочется перейти как можно быстрее. Но здесь Каллон нам важен. Я не буду пересказывать все идеи Хармона, или Броссье, или Месу. Я буду, скорее, их упоминать по ходу дела. Тем более, что некоторые из этих идей вполне уже освоены нашими социально-гуманитарными науками. И вот Мишель Каллон там, он как раз исследует вопрос о переводе, о том, что есть одно и то же слово, может означать разные порядки действий для разных сообществ, как бы для разных симбиозов. Ну вот, например, учишься человек ездить на велосипеде. Я говорю, держи руль, держи, имеется в виду, контролируй. Человек вцепляется в руль, думая, что держать – это означает, так, мертвой хваткой его схватить, разумеется, падать с велосипеда, потому что руль нужно держать свободно. То есть для меня держи руль означает контролируй, для велосипедиста держи руль означает держи твердно. То есть из-за разного понимания знаний этого слова держи у нас получилась мискоммуникация, и человек упал с велосипеда. Но такие же мискоммуникации происходят и в политической, и в экономической сфере. Собственно, во многом, например, новые военные конфликты – это тоже результат мискоммуникации. По-разному две страны понимают, что такое безопасность или что такое глобальный мир. Здесь такая же невыясненность этих значений слов, как в случае с держи руль. И вот, собственно, темнота здесь состоит в том, что лучше действительно понять, собственно, а как именно возникают значения. То есть мы не знаем, как возникают значения слова «держи». Но мы можем учитывать, что некоторое, так сказать, непредсказуемое развитие таких значений, конечно, есть. И вот, собственно, во многом там, допустим, я приведу пример темной теории на примере Юджина Такера, одного из первых последователей Хармона и спекулятивного реализма. Три его тома вышли как раз в издательстве «Хюля». И Юджин Такер поставил под вопрос само понятие «жизнь», в котором он увидел такой вот, как бы, корреляционизм, то есть связь, схема субъекта и объекта, не допускающая непредсказуемости. То есть мы же считаем живым то, что обеспечивает нашу жизнь, например, питает или радует. И получается, что жизнь – это то, что обеспечивает определенные наши убеждения, которым мы подчиняем свои впечатления и функции. Но Такер говорит, что ни из чего не следует, например, плазма, пыль или компьютерный процессор менее живые, чем грибы, лишайники или млекопитающие. Более того, говорит он, современная экология нам показывает, что очень часто жизнь зависит от случайных факторов. Ну, например, вот мхи легко переносят загрязнение воздуха, а лишайники – нет. И иногда экологу приходится сохранять не только деревья, но и, скажем, пыль. На этом основана темная экология таких авторов, как, например, Тимоти Мортон, который исходит из того, что мы никогда не знаем заранее список объектов, нуждающихся в защите. Допустим, мы знаем, что нужно защищать животных, растения, ну, мхи. Но, допустим, на этом здании тоже растут мхи, или оно каким-то образом регулирует потоки воздуха. Должно ли оно быть защищаемо не только из, скажем, соображений о культурном наследии, но и из соображений о, как бы, вот, из экологических соображений. И, например, Бен Вударт, там уже упоминавшись, он исследует вот такие объекты между живым и неживым миром, между человеческим и нечеловеческим, например, слизь, которая для нас является фрагментом, например, слюна, а для кого-то является экосистемой. Как для, допустим, компьютера для кого-то это просто пишущая машинка, для кого-то это разум. И для кого-то используется искусственным интеллектом, чтобы реферат написать, а для кого-то искусственный интеллект – это то, что может преобразить вообще жизнь всего человечества. И вот Тимор Тимортон говорит о том, что, в общем-то, темная экология, она и даже не исходит из того, что даже загрязнение мира всегда опасно. Тот же пенопласт, он был быстро освоен многими микроорганизмами, которые в районе ему переносятся по океану. Но кое-где ускорилась эволюция от этого, потому что быстрее стала происходить, так сказать, миграция разных организмов. То есть нельзя в этом смысле темная экология, с одной стороны, расширяет количество предметов, нуждающихся в нашей защите, в охране, а с другой стороны, темная экология не говорит, что обязательно, так сказать, антропоцен причиняет какой-то вред. То есть даже пенопласт или нефть могут быть в чем-то действительно существенны. Вот. И, значит, и все-таки давайте переходить к искусству. Ну, прежде всего, конечно, я буду опираться на уже упомянутую книгу Грэма Хармона, вышедшую в конце позапрошлого года, про архитектуру и объекты, где он мыслит об архитектуру как отход от простого перечисления функции. И что, собственно, он говорит, что до этого архитекторы прежде всего думали об архитектуре как о некотором списке функционала. Что вот дом должен быть красивым, при этом удобным, при этом с водопроводом и канализацией и так далее. То есть как некоторый такой лист, список требований. В результате архитектура подчинялась некоторого рода количеству частных потребностей, которые, собственно, и постоянно описывались. То есть в результате, например, дом, годный для нас, будет уже не годен для других жильцов. Он будет, допустим, неудобным и давящим. Ну, например, этот зал очень удобен для чтения, поскольку здесь яркое освещение, например, для танцев или театра будет менее удобен, хотя он и вполне просторен. То есть танцевать здесь, в этом зале, не будет никакой проблемы. Но именно равное освещение, оно не дает возможности нюансировать танец, сделать в нем какую-то импровизацию. То есть количество требований, которые предъявляются к архитектуре, оно не позволяет, на самом деле, создать архитектуру как единый замысел, как дом, в котором будет приятно читать и танцевать. И вот, значит, и поэтому Харман вместо прежнего понятия о списке вещей вводит новое понятие об интерьере. И говорит о том, что интерьер – это то, в чем отражаются все трансформации, которые были пережиты пространством при строительстве дома. Ну, например, дом, понятно, он прям покоряет, допустим, этот район. Он причиняет, допустим, район, допустим, и наше проживание определенным правилам перемещения. Он трансформировал пространство, потому что мы выходим, садимся на трамвай, то есть определенным образом пользуемся транспортом. И, в конце концов, в интерьере только это и выражается. То есть то, что это, допустим, некая центрированная модель. Если бы здесь были бы, например, это был бы маленький одноэтажный дом, то, наверное, интерьер был бы устроен по-другому, более по-деревенски, исходя из тех преобразований, которые произошли с пространством при строительстве этого дома. И вот Хармон, он как раз говорит о том, что, значит, что, в общем-то, познание или концептуализация вещей, они не должны быть привилегированными, потому что в самое большее мы обобщаем вещи. И что, собственно, его цель в этой книге «Авэ в архитектуре» показать, что сооружения интерьера как бы равно действенны. Но есть определенные моменты, которые специфицируют архитектуру. И, допустим, он начинает, например, с того, что есть с такой вещи, как, конечно, память. И говорит о том, как устроены наши воспоминания. Собственно, когда мы вспоминаем детство, мы обычно очень плохо как раз помним экстерьер здания. Мы скорее помним, например, как, скажем, транспорт работал, чем здание. Но это очень хорошо помним интерьер. Бабушкино кресло, я не знаю, там мамин стол, дедушкино ламба. То есть как раз это все у нас помнится. И эту модель мы проецируем и на общественное пространство. Ну, например, в парке, парк, он организуется, в общем-то, для нашей памяти тоже как интерьерный такой театр. То есть, например, фонтан мы воспринимаем как то, к чему можно подойти и освежиться. И, например, если нас попросят сказать, что мы запомнили в парке, то, конечно, мы запомнили ряд интерьерных объектов, например, фонтана или скульптуру. Ну, не скажем, длину дорожек там или тип леса. Обычно, когда задаешь вопрос о парке, то человек не может ответить, там был, например, хвойный лес или смешанный. Но очень хорошо отвечает на вопрос, какая высота была постамента, на котором стояла, например, парковая скульптура. И вот как раз, то есть, что-то мы не запоминаем, и как раз есть что-то, а что-то запоминаем. И вот ошибка прежних архитекторов, говорит Хармон, была в основном в том, что они пытались создавать структуру парка, но в соответствии с некоторыми такими структуралистскими подобными убеждениями. Но совершенно они не могли создавать чего-то другого. То есть, они не могли создавать вот этих вот вещей, которые являются таким вот, как он говорит, скрытым резервом для архитектуры. И, соответственно, значит, и, собственно, Хармон, он спорит и с Латуром, и с Меясу. Про Латуро он говорит, собственно, что получается, что он, значит, видит как бы в здании все равно набор функций, пусть даже мимикрирующих, например, что это здание принадлежащий для литературы, для лаборатории. И не видит, как он говорит, глагол развертывания функций. То есть, для Хармона есть как бы имена, а не глаголы, которые должны превратить восприятие здания в один из станов симфонии голосов. То есть, Латур, например, обяснит, как устроена лабораторная комната, или как устроен кабинет директора, но, например, не объяснит, в каких случаях двери должны быть открыты и закрыты. В каких случаях, например, директор должен чаще смотреть, что происходит в лаборатории, например, сотрудники разных лабораторий встречаться друг с другом. То есть, он обосновывает как бы имена, вот кабинет, вот лаборатория, вот мойка, вот виварий, но не обосновывает, например, режим открытости дверей или режим других каких-либо глаголов развертывания функций. И, собственно, Мия-Сун тоже бронит за то, что у него как бы важно, чтобы вещи сбывались. И, собственно, то, что тогда Геохарман говорит, что с вещами нужно обращаться гибко. И, собственно, что означает, собственно, эта вот гибкость? Это, собственно, учет сопротивления вещей, то есть сопротивление любой конструкции, в которой вещи могут быть размещены так, а не иначе. Ну, например, понятно, что, допустим, кресло очень часто удобнее поставить в середину комнаты. До него сразу дойдешь, рухнешь, ну, вообще будешь ощущать себя как на троне. Но понятно, что ни один здравомыслящий, допустим, дизайнер интерьера не поставит кресло в середину комнаты. Значит, почему? Потому что это не будет означать некоторой такой умеренности, эргономичности, то есть будет вселять тревогу, что ты не контролируешь полностью хозяйство. Поэтому в этом смысле Харман говорит, что правильно с точки зрения искусства будет кресло разместить и не в углу, но и не в центре, а, скажем, по центру стены у стены. Почему? Потому что мы будем тогда надежно чувствовать, что, например, кресло не рухнет, что за ним стена, что кресло, оно, значит, мы им не манипулируем. Наоборот, мы как бы кресло все время, так сказать, чиним. И он как раз ссылается на финского архитектора Юхане Паласма, который закладывает в материалы износ и необходимость вот в самостоятельной починке. Потому что Паласма говорит, что, в общем-то, гладкие поверхности, они вселяют в нас тревогу. Допустим, когда кресло удобное, безупречное, такое глянцевое, то это, как он говорит, раздражает обещание мнимого бессмертия. И в этом смысле как раз новая архитектура должна быть перформативна. Ну, здесь можно вспомнить, собственно, сам перформанс и такое имя, как Марина Абрамович. И, в частности, я недавно почитал споры в связи с новыми программами Марина Абрамовича, где одни говорят, что она такой ветеран сцены, что, в общем-то, у нее, собственно, все ее темы там насилия, там социального идиотизма, социальные там неравенства, они повторяются, и уже она как бы такой музей самой себя. И многие возмущались, что как бы лучшие проекты Абрамовича это проекты, о которых мы сейчас можем только ностальгировать. Но другие как раз говорили о том, что как раз постоянно Абрамович, как раз именно это и устарелось проектов, напоминает, что, в общем-то, мы должны вовлекаться в это, что мы не должны предаваться ностальгии, что мы должны постоянно вновь как бы себя мобилизовывать и вновь решать те вопросы, которые ставит Абрамович. Среди обсуждений мне попалось даже высказывание какого-то там ультраправого фанатика, который сказал, что Абрамович – это сатанизм, то есть что-то непредсказуемое постоянно там, разрушающее привычные нам представления. Но это означает, что как раз ее новые проекты тоже работают, если они вызывают такую реакцию. И вот, значит, когда... Значит... И вот в этом смысле Харман говорит, что один из немногих недостатков авангарда был в том, что он тоже был внимателен, скорее, к фактуре, то есть к составлению непривычной фактуры. Ну, мы помним, например, Лесенку Маяковского в стихах, там какие-нибудь замены живописи на фотографию у Родченко там и так далее, то есть внимание к фактуре. А вот, соответственно, как раз он ссылается на Панасма, который, собственно, создает такие вот негладкие стены из недостаточно обработанного дерева, когда использует опус инцертум, то есть складывая такую вот мозаику. Ну, объясняю, что это рано или поздно, все равно нужно всегда что-то чинить. Вот пусть человек как бы вовлекается в такое сотворчество с архитектурой. Ну, например, меняет кресло, подбирает там какие-то новые вещи для интерьера, время от времени меняет картины, просто потому что такого вот это будет уже не совершенный интерьер, а постоянно, так сказать, существующий внутри конструкции. И, собственно, значит, здесь Хармон ссылается и на Жака Деррида, который говорил о том, что архитектура, в отличие от многих искусств, в которых есть недостаток в психоаналитическом смысле, в ней есть избыток. Ну, имеется в виду вот эти фрейдовские термины о дефиците, о недостатке там и избытке, которыми он объяснял, в том числе, например, тревогу. Почему, допустим, эротическое часто переживается как тревожное, а не как счастливое. И вот как раз Деррида говорил о том, что, значит, что, например, в музыке всегда есть некий, как бы, дефицит, то есть она оставляет чувство томления. Мы, как бы, идем с концерта и продолжаем напевать, потому что, чтобы реализовать свой эрос, мы должны постоянно петь, как бы, и компенсировать этот недостаток, что концерт кончился. В то время, как в архитектуре есть всегда избыток, то есть мы всегда можем что-нибудь еще втихнуть в нее. Мы всегда можем что-нибудь сделать так, чтобы мы, чтобы это, здесь что-то еще можно пристроить, надстроить, изменить функции, трансформировать аудиторию. И, например, трансформер, архитектуру трансформеров как раз Деррида очень нравилась, потому что она позволяет, как он говорил, тогда функция следует за деформацией. Например, мы раскрыли стену, превратили там два зала в один, и, соответственно, по-новому поняли вообще функциональность здания, что, например, оно уже не для частных, а для общественного употребления. И как раз трансформируемая архитектура для Деррида это такая школа демократии, когда, например, мы снесли перегородки и превратили все в один большой форум, в одно большое такое совещание. И в этом смысле как раз Деррида опирался и на архитектонику музеев современного искусства, потому что, собственно, как они обычно устроены. Как ряд разомкнутых друг к другу помещений, часто трансформируемых, и как те, в которых, собственно, каждая реальность может рассматриваться как дополненная. То есть мы всегда можем сказать, что, например, эта стена исключительно функционально оказалась дополненной какой-нибудь инсталляцией. В этом смысле здесь очень интересно, что Хармон, ссылаясь на Деррида, говорит о дополненной реальности. И, соответственно, говорит о том, что настоящая архитектура, она как раз играет всегда несколькими фактурами. Там он даже говорит, что настоящая архитектура, она похожа и на взбитые сливки, и, значит, на дробленные орехи. То есть такая необычная метафора. То есть взбитые сливки такая как бы пена используется, и на дробленные орехи используется вот это вот оформление с помощью камня. То есть всячески делается такая усложненная фактура, которая не позволяет сказать, что просто мы сменили одну фактуру на другую. Как раз простая смена фактуры, она всегда очень реакционная. Ну, известно, как когда часто приводят здание просто в порядок, делают его гладким, это часто утверждает политическую реакцию, то есть идею полицейского контроля, такой вот вычищенности и всего прочего. Это не означает, что там здание должно быть неаккуратное. Скорее наоборот, просто здание может быть сверхаккуратное, но всегда мы должны понимать, что этот проект мог быть случайно там отвергнут. Вот, в частности, как раз известно, собственно, например, что оперный театр Сиднейский Уджана, фактически сейчас это символ Австралии, но известно, что этот проект когда-то чуть не пропал в куче мусора, вот, и, значит, и что это, в общем, как он говорит, уже не вещь и не объект. Это, по сути дела, перформанс, то есть оперный театр не искажает реальность звука, в нем идеальная акустика, но не искажает, как бы, реальность свободной такой социальной вовлеченности в искусство, что это такое здание с лепестками напоминает и об открытом, и о закрытом пространстве, то есть моделирует, по сути дела, там новейшую политику Австралии. В этом смысле для Хармана, конечно, любое искусство политическое, в том смысле, что оно, значит, всегда имеет в виду определенную, значит, общественное использование, и, значит, и при этом, и здесь интересно, что, в общем-то, политическое вовсе не обязательно означает какой-либо протест или какое-либо, наоборот, подчинение начальству. Ну, например, тот же оперный театр. Это, собственно, острые крыши, но укращенные, превращенные почти в раковины, в природный объект. То есть это гармония, как бы, примеряет слушателей с музыкой, примеряет, как бы, и музыку, как бы, с самым собой, и, собственно, речь идет не о том, что, собственно, появляется какой-то такой новый простор для звука, что появляется некий храм музыки, а дело все в том, что, как бы, ну, в некотором смысле для этого здания весь музыкальный фон, вся жизнь Австралии становится, как он говорит, такой басовой партией, что действительно прямо мы горы начинаем воспринимать и по-другому. То есть мы, собственно, в этом смысле, как раз вот это и есть темная теория искусства, что до конца сам производитель искусства не знает, какой будет эффект. Он просто собирался создать оригинальное здание, исходя из возможностей архитектуры и материалов, но создает неожиданное здание, работающее внутри, значит, более сложного контекста. Ну, можно привести и другой пример, например, Эйфелева башня, которая была построена как рекламная конструкция, как рекламный щит французской стариналитейной промышленности. И, разумеется, большинство парижан воспринималось как уродливое, как не являющееся ни архитектурным объектом, ни произведением искусства. Тем не менее, почему она стала символом Парижа, Франции и прогресса вообще? Очень просто, потому что здесь фактически речь идет о примирении города с промышленностью, о том, что промышленность становится главным признаком работы города в мире, что он производит моды, производит духи, производит образ жизни, то есть, фактически, примирение с производством является, значит, и таким вот, значит, таким вот, неким избытком. Скажем, Ле Корбюзье Харман называет, кстати, избыток, кубистом избытка. То есть, что дело не в том, при том, что вроде бы Корбюзье там, он вроде бы, наоборот, минималист, функционалист, вроде ничего лишнего, его архитектурных проектов нет. Тем не менее, в чем он видит избыток? Избыток по отношению к, значит, кубизму и избыток по отношению к тому, что здесь избыточные, жадная избыточность поверхностей. То есть, здание Ле Корбюзье, оно рассматривается не только с фасада, но и со всех сторон. В отличие от старых, например, зданий эпохи историзма, где декоративный фасад и совершенно голый, там, задняя тыльная часть. Голая и при этом уродливая. И, собственно, вот такая вот работа, она и позволяет, сделала Ле Корбюзье символом современности. Что историзм просто указывал на то, что есть некоторая возможность прогресса. В то время как Ле Корбюзье показал, что этот прогресс сам с собой мирится на определенных основаниях, сам себя устраивает в качестве демонстрации. И вот это непредсказуемое развитие и делает эти вещи символом современности. То есть, сам Ле Корбюзье мог понимать современность в узком плане. Что он всех снабдит жильем, что он действует, исходя из прогресса, исходя из прогрессивных материалов, технологий и прогрессивных социальных представлений. То есть, бесспорно, он был убежденным прогрессором и убежденным сторонником всего современного. Но современность он мог понимать узко, как просто реализацию социальных или политических реформ. В то время как, благодаря тому, что Корбюзье стал хрестоматийным, образцовым автором, и вот и произошло вот это нечто темное, неожиданное, совершенно непредсказуемое. Что вдруг это здание начало как бы само работать. Что в этом здании, может быть, уже жить и неудобно. Это не соответствует нынешним стандартам жилья. Но зато удобно участвовать в этом здании, как в одном большом перформансе. Как в одном большом производстве смыслов. И известно, какие большие деньги сейчас готовы люди платить за жизнь в домах-коммунах, которые строились как небогатое жилье из дешевого бетона и дешевых материалов. Просто потому, что это является частью перформанса, частью архитектурной моды. Как люди готовы платить большие деньги даже за поп-арт, то есть не даже, а прежде всего за поп-арт, созданный из дешевых материалов за собаку-кунца там, даже люди готовы платить огромные деньги за проживание, например, в доме, построенном Ле Корбюзье. Потому что это все воспринимается как нечто, некий там неожиданный эффект формы. Что то, что строилось как часть современности в узком смысле, современности как исключительно такого узконаправленного прогресса, теперь становится частью современности в широком смысле. То есть как перформанса, позволяющего раскрыть, что вот именно здесь и сейчас искусство участвует. То есть Эйфелева башня могла быть частью современности в узком смысле, как рекламная конструкция, или позднее, как радиоантенна, но она стала частью современности в широком смысле, как утверждение преимуществом производства над прежней обыденной жизнью, как преимущество. То есть это создание Эйфелевой башни, это такой же реформ, как создание, я не знаю, допустим, банкнот вместо золотых монет, или как вообще введение обмена в первобытное время. То есть это и является, эта перформативность, этот перформанс и является для темных теорий каким-то значимым актом. Ну точно так же, например, Ник Ланд рассматривает в качестве произведений искусства и в том числе и политические события, хотя постоянно говорит, что современная политика становится реакционной и невозможно создать чисто революционную политику. Всякая революционность будет присвоена реакционерами. Точно так же, допустим, много говорится об этом же, собственно, об этой же новой современности и там в других системах. И здесь можно вспомнить даже, например, у политического публициста, там, Андрей Глюсмана, который говорил, что для него, например, лучшее искусство, которое сейчас есть, это деятельность врачей без границ. То есть здесь искусство вполне понимается в смысле вот неожиданного вдруг, такого бессеребренничества, которое меняет всю обстановку вокруг. При том, что Глюксман сам был скептиком, ну, конечно, здесь еще нельзя не вспомнить, что это, в общем-то, была христианская реформа, там, что христиане, что до, если в античности врачи, это были корпорация, корпорация много зарабатывающих людей, асклепиады, которые восхватили себя к богу Асклепию, то есть считали себя полубогами, и за это брали большие деньги. То христиане ввели вот это медицинское волонтерство, все эти вот Косьма и Дамиан, и Пантелеймон, вот эти ранние христиане, которые занимались медицинским волонтерством. Вот, и это фактически перевернуло всю цивилизацию. Так же, как, допустим, Корбюзье перевернул восприятие города и вообще способ жизни в городе. Так же в этом смысле, допустим, Святой Пантелеймон будет тоже деятелем искусства с этой точки зрения. Вот, как и Марина Абрамович, как и Ле Корбюзье, или как, например, современные архитекторы, о которых говорит Грэм Харман. Ну, и видите, вот это вот таким образом, видите, вот эта непредсказуемость позволяет ввести огромное количество вещей, значит, которые вдруг раскрывают не только общие представления об искусстве, не только старую эстетику, но и какие-то социальные функции искусства. И Харман, кстати, говорит о том, что вершиной развития архитектуры является больничная архитектура. И, в общем-то, вопрос о том, как должна быть идеальная больница, то ли даже не решен, ну, потому что делают больницы либо удобными для пациентов, всячески сейчас, либо удобными для врачей. В то время, как и получается, что здесь, как бы она, допустим, если удобна для пациентов, то в чем-то она неудобна для врачей или наоборот. И вот, что, например, коридор все равно будет ассоциироваться для кого-то с тюремным коридором. Поэтому Харман предлагает другой путь, вычитание. То есть нужно учитывать не только, какие пространства в больнице запоминаются, но и какие забываются. Ну, например, любой пациент, выйдя из операционной, забывает об операционной. Врач же, наоборот, о ней все время помнит, потому что это зона ответственности. А вот, может быть, как-то сделать, что, например, врачу было комфортно и внеоперационной, чтобы он и там вдруг чувствовал в себе свою ответственность. И чтобы пациент, например, забывал не только операционную, но и палату, например, шел в сад и забывал там о палате. То есть такой вот проект больницы, как города-сада, тоже должен по Хармону стать таким идеальным перформансом и идеальным произведением искусства, где все забывают о каком-то пережитом насилии. Здесь он предлагает, в частности, модель китайских садов, вот там, как такие постоянные деформации, позволяющие нам быть не только сильными, но и слабыми. Что-то забывать, а не только что-то запоминать. Только тогда перформансы работают, потому что если запоминать любой перформанс в подробностях, он просто работать перестанет. Он превратится в такую, как бы, часть нашего личного музея и личного снобизма. Ну и, как вы видите, на самом деле, темные теории, они очень много дают для современного искусства. Но, прежде всего, они специфицируют перформанс. Далее они позволяют отказаться от любой эстетизации современного искусства или сведению его к каким-то социальным отдельным функциям. Ну и единственный нерешенный вопрос, это опять же о том, как возможно такое новое социальное действие. Потому что, действительно, проекты Хармона, они подозревают интернационализацию архитектуры, то есть переход на общий язык перформанса. Но как, действительно, что сопротивляется вот такой эстетизации перформанса, ну, получается только вот, действительно, эксперименты смелых архитекторов, которые, как и врачи без границ, становятся вот людьми, открывающими путь в новую эпоху. Спасибо. И теперь свободный разговор, то есть любые вопросы, в том числе и из сети, я готов на них ответить. Вот ровно час у меня получился разговора с небольшим и готов перейти к свободному общению. Чтобы в трансляцию тоже шло. Да. Вопрос следующий. Если мы возьмем темную философию искусств, то в основном большая часть работ будет про современное искусство. Если взять более классическое искусство, например, ту же живопись, к примеру, взять ту же квартиру, картину Тинторетта Венера, Вулкана и Марс. Кто-то там ее может интерпретировать как простую сценку Адультера, кто-то вообще как этакое развитие чувственности Венеры в страстные порочные порывы и связывать ее, скажем, с пермутацией в том же самом алхимическом кубе. Как бы это выглядело с точки зрения именно темной философии искусства? Спасибо за очень интересный вопрос. Я постараюсь подробно ответить. Но прежде всего начнем с того, что я здесь начну сначала как искусствовед. Что то, что мы принимаем сейчас как за картины самостоятельно, они были частью большого комплекса. То есть, например, жизни какого-то рода. И часто картина Тинторетта писалась на заказ применить на каким-то определенным событиям из жизни заказчика, определенным его представлением о себе. То есть, это была часть и пиара заказчика, и его самопознание, то есть, определенной работы с собой. В этом смысле всегда, когда характеризуем картины времен Ренессанса, там, манеризма или барокко, мы начинаем с того, кто был заказчик, для какой цели, например, там, я не знаю, к рождению сына, там, я не знаю, или к свадьбе, или там, к победе над каким-нибудь врагом это заказано и как она функционировала внутри целого. И, собственно, бесспорно, автономия картины была, но та автономия, которая восходит к античным представлениям о картине как посвятительном даре, что, например, картина, то есть, в этом смысле, античная концепция картины как посвящения в храм, она ничем не отличалась от концепции того, что мы знаем как мексиканские ретаблос, ретаблос как изображение к сцены чудесного вмешательства святого в земные дела. Точно так же и античность тоже исходила из того, что боги вмешиваются в земные дела, что многие являются потомки богов, поэтому на картинах можно фиксировать вот эти же вмешательства богов, например, спасение на море, например, какой-нибудь эрот на дельфине, который для нас просто декоративная парковая культура, это была, в общем, на самом деле изначально посвятительный символ спасения благодаря Афродите, которая из пен морской возникла и как бы укротила бурю, позволила выплыть. То есть изначально на самом деле картины, как и многие статую, это такие дары, это посвящения, это часть сакральной, сокровищницы, откуда уже потом идут пинокотеки. Ну и, соответственно, это же сохранялось, например, в ренессансной живописи, например, дар к юбилею или к победе, или к чему-либо еще, но никогда не является просто так. Я даже, например, пошутил, что если бы Тициан увидел, например, Мишек в сосновом лесу, Шишкина, Савицкого, он бы сказал, что это, наверное, предназначение для замка Арсини. Ну, потому что, зачем медведевить, в честь, например, Арсини, то есть, знаменитого итальянского рода медведей, медвежьих. Вот, иначе просто не объяснить никак этот сюжет. То есть, в этом смысле темный, тоже спекулятивный реализм поставил два вопроса. Первый, когда картина стала восприниматься как полностью автономная, то есть, когда мы ее стали воспринимать независимо от контекста, как просто то, чем мы любуемся. И, конечно, здесь, отвечая на этот первый вопрос, обычно тот же Хармон или тот же Мия Суа обращается к Хайдеггеровской теории вещи, то есть, при каких условиях картина себя манифестирует, как она становится таким дозайном для мира вещей, как человек является дозайном для мира мысли, для мира других людей. Как, собственно, сама, как у Хайдеггера, там, картина Ван Гога, которая, собственно, сама проявляет и землю, и небо, и выступает как такой дозайн, но для вещей, а не для людей. Эта мысль, например, очень важна для Хармона и для Рея Броссье, вот эти наблюдения Хайдеггера над искусством. А второй вопрос был бы действительно, как, допустим, она может функционировать как часть интерьера, и здесь уже бы он решался бы по-другому, а именно, как, значит, вообще возможно встраивание картины в интерьер, каким образом, допустим, при том, что мы знаем, что она погибнет рано или поздно, что нет вечных вещей, мы воспринимаем ее как вечную, какие этому способствуют действительно институциональные рамки. Ну, например, скажем, ясно, что, например, допустим, икона в храме, она была полностью функциональна, но при этом вечно не была, то есть исходили из того, что если икона будет повреждена, ее можно записать новой живописью, заменить, заменить на новую икону, то есть в этом смысле, например, вечность не подразумевалась. В музее же мы исходим с того, что икона или картина будет храниться вечно, просто потому, что так работает этот интерьер. Интерьер храма подразумевает, что иконы это один из способов коммуникации с Богом наравне с молитвой, что иконы является очтимой вещью, исходя, как свидетельство Бога воплощения, то есть является определенной частью божественной телесности, но, соответственно, ни в телесности, ни в молитве, ни в отношении к чему-либо нет вот этого критерия вечности. Есть вечность Бога, но, собственно, нет вечности тела, поскольку, допустим, ясно, что тело Иисуса тоже постоянно обновлялось, ясно, что он стриг ногти или как-либо еще обновлял свое тело. То есть из телесной, из самого как бы вечности не следует. Вот, допустим, из интерьера музея следует, что, поскольку это именно предназначено интерьера, что весь музей, как институт, рассчитывая на вечность, построен для того, чтобы там хранились экспонаты, мы, подходя к экспонату, исходим, что вот он будет вечно. То есть интерьер работает на приобретение картины некого свойства, неверифицированного, потому что мы не можем доказать, что мир будет существовать вечно, не рухнет, допустим, завтра. Все темные антологии исходят из того, что любые катастрофы могут случиться когда угодно и как угодно. Хоть через минуту. Но при этом интерьер постулирует эту вечность. спасибо большое за вопрос. Еще какие вопросы? Да, ну и прежде всего, разумеется, более подробно я все пишу и в своих книгах. Участие книги теории современного искусства, одна из глав посвящена этим вопросам. Я надеюсь, и новые книги, и, в общем-то, вы всегда можете обратиться к тому, что я написал, где я стараюсь раскрывать по-другому, поскольку устный текст подозревает такое вот убеждение через образы, а письменную такую игру, это всегда такая игра эрудит в чем-то, то рекомендую к письменным моим текстам обратиться, потому что часть из них в свободном доступе вполне легально есть. Спасибо большое всем, кто в этот дождливый вечер пришел на наш интересный разговор. Субтитры создавал DimaTorzok